Мы с вами и закончили маленькую выставочку для себя, арт-проект, который был посвящен памяти Андрея Тарковского, нашего любимого учителя, режиссера, кинематографа. В общем-то, мы с вами вдохновлены были его фильмами очень сильно и написали эту выставку маленькую, как для своего дома, для своей мастерской, для того, чтобы понять, кто мы такие из детства. Как бы он нас заставил заходить в наше детство. И вот мы написали, смотрите, натюрморт, да, мы с вами написали экстерьер, да, старинный бабушкин буфет, мы с вами написали пейзаж из нашего детства, когда столбы электрические уходили вдаль и приводили нас в состояние обнимания этой планеты со своего детского роста. Мы написали с вами автопортрет, мы написали с вами экстерьер усадьбы, в которой мы росли, да, вот в таком загородном доме мы росли и с кузинами игрались там возле бассейника. И мы написали с вами гостиную без гостей, когда весь интерьер ждет прихода гостей, но еще никого нету, а он уже трепещет в таком вдохновленном ожидании. И, конечно же, мы с вами написали один композиционный натюрморт, который посвящен вот этим вот лекарственным травам, которыми нас бабушка излечивала от ангины. В общем-то, я более-менее, мы с Володей более-менее довольны этим проектом, потому что мы были счастливы, когда мы делали этот проект. И я уверена, что если вы шли за нами, то каждый из вас обратились к своему детству, и каждый из вас что-то понял для себя уже взрослого, и немножко улыбался себе внутри, когда он делал эти работы. То есть это работы не для того, чтобы их, ну, рассматривать глазами. Это работы для того, чтобы познакомиться с самим собой, начиная с детства. Поэтому я некоторые, конечно, уже закончила работы, вот две работы закончены. Остальные все, вот этот пейзаж закончен, и вот этот бабушкин буфет закончен. Все остальные работы, как вам сказать, они на подходе к заканчиванию. И они в той или иной мере не закончены, как паутинка, знаете, когда паук делает свой домик, и он может одну паутину доткать до конца, а в разных концах других дома эта паутинка только начинается. Вы понимаете? Поэтому я обращаюсь сейчас к вам, кто шел с нами по этому проекту, я обращаюсь и говорю вам. Сначала купите французскую пижаму из натурального шелка, оденьте ее, и таким образом возвращайтесь в детство. Ходите босиком по полу скрипящему, да, представляйте, что вы дома у себя. Берите те предметы в руки, которые вам напоминают детство. Старинные фарфоровые чашки, фраже, вот сделайте, может быть, какой-то буфет себе или сундук, который у вас остался от бабушки, от тетушки. И обязательно каждая из вас или каждый из вас, как художники, вы можете дописать эти работы по-своему. Потому что наполнение вуальками, лессировками происходит уже, как вам сказать, как единовременная личная молитва. Каждого из вас в отдельности. То, что вы хотите сказать себе, что вы хотите сказать другим людям, и как бы момент исповедования тоже должен быть. Потому что эти работы в любом случае будут вызывать у вас, ну как вам сказать, такой трепет, внутреннюю улыбку и гордость с собой, что вы могли не побояться и зайти в свое детство, и опять с собой познакомиться, и поверить в себя, как в творческого человека. Ну, всем творческих успехов! Вы когда исполнили вот этот маленький проектик, посвященный Тарковскому, повесьте эти все работы, патч-ворк друг к другу вместе. И если вы хотите, чтобы это был проект, ну, цельно смотрящийся, да, во-первых, напишите текст какой-нибудь по этому проекту, да, какую-то писанинку, что вы думаете об этом, обо всем, да, или вы себя хвалите, или вы какие-то чудеса встретили во время исполнения этого проекта. И самое главное это, стоя бегать вокруг этих работ, вот так отбегать, и писать их все вместе. Вот, допустим, увидали где-то солнечное пятно, перекликается с вот этой вот падающей тенью на стене, и бросаетесь в это солнечное пятно, как будто это одна картина. Вы понимаете, вот эти все шесть работ, семь работ, они все объединены одной темой. Я родом из детства, и я вспоминаю свое детство, правильно? И я горжусь, что я могу эти фильмы Тарковского смотреть и получать огромное удовольствие, да. И вот вы начинаете, то эту работу тронули, то ту, то где-то вот заметили, что надо чуть-чуть увести вдаль эти дорожки, потому что вы этими дорожками убегали из домика для того, чтобы побежать, допустим, в соседский домик к своей подружке, или через этот мостик переходили, да, и где-то надо вот дорожку подвести к мостику, вам надо подвести ее к мостику. Потом вы понимаете, что мало, мало этих растений, больше надо заросли тысячелистника, их больше надо дать чуть-чуть, да. Вы понимаете, что солнечного света мало, надо еще намесить красочку, изумрудку с кадмиями, да, и где-то поставить еще пару мазочков. И вот так, бегая от работы к работе, вы эти семь работ превращаете в единую живописную ткань, за которую вам не будет стыдно, потому что вы ее писали для себя, эту живописную ткань. Субтитры создавал DimaTorzok